Интернет давно стал частью современной жизни. Несмотря на все существенные плюсы, распространение всемирной сети несёт в себе и побочные эффекты. Одним из них можно назвать интернет-мошенничество, которое год за годом набирает обороты. В целях предупреждения вовлечённости подростков в мошеннические схемы в учебных заведениях города ведётся регулярная профилактическая работа. Для работы мы используем различные методы, в том числе и повышение уровня правовой культуры наших обучающихся и сотрудников колледжа. Мы приглашаем на тематические и профилактические встречи сотрудников правоохранительных органов, проводим тематические классные часы, специальные лекции, тренинги, семинары. Постоянно ведём информирование обучающихся о новых способах обмана с использованием материалов регулярной тематической рубрики канала 02 Нефтекамск. В день безопасного интернета машиностроительный колледж посетил начальник отделения по делам несовершеннолетних Василий Зимариев. Он рассказал присутствующим о том, какие популярные схемы используют злоумышленники и как обезопасить себя при пользовании интернетом. За истекший 2023 год по отделам из России по городу Нефтекамскому наметился существенный рост подростковой преступности. То есть по сравнению с республиканским у нас состояло 173%. То есть это большой рост. И проведя анализ, мы пришли к выводу, что основная причина – это у нас недостаточное правовое воспитание наших детей. Чтобы обезопасить детей, это основное, это касается несовершеннолетних, это законно представить родителей, чтобы они контролировали время привяжения ребёнка. Периодически надо проверять сотовые телефоны. С кем они переведены, каких чаток они посещают, какие чаты, с кем активно переписываются. Также необходимо объяснять ребёнку, что в последнее время у нас участились случаи мошенничества, куда в основном увлекают наших детей. Все студенты внимательно слушали гостей, чтобы потом предупредить своих близких. Стоит отметить, что многие из ребят уже владеют информацией и даже сами сталкивались с уловками мошенников. Есть много способов мошенничества. Могут попасться такие, как и очень умные люди, богатые. Это вне зависимости от статуса человека. Получается, каждый раз придумывается множество и множество разных способов мошенничества. И надо уметь и стараться их обходить. Вот, например, мне в одной социальной сети написал мой хороший знакомый с просьбой занять ему денег. Ну, я сразу понял, что тут что-то не так. Я сначала позвонил ему, удостоверился и понял, что это мошенники. И после этого я закинул его в чёрный список. По словам сотрудников полиции, бороться с киберпреступлениями можно только сообща. Поэтому необходимо постоянно проводить беседы с подрастающим поколением, напоминая им о возможных последствиях и уголовной ответственности. Ксения Белалова, Эдуард Новиков, информационная программа «Ежедневник». Продолжение следует...